Всем привет! Рада видеть вас на своем канале и сегодня мое видео будет о пустых баночках. Начну я с бытовой химии. Это капсулы для стирки Ариэль с ароматом горного родника. Их здесь было 12 штук. Покупаю на протяжении многих долгих лет и я ими полностью довольна. Мне нравится упаковка, что она не ломается, не деформируется, не протекает. Очень удобно пользоваться. Аромат меня тоже не раздражает. Достаточно приятный, такой более какой-то нейтральный, не ярко выраженный. Неплохо отстирывает и эффективный даже при 20 градусах. При 20 градусах, конечно, я не стирала, а при 40 очень даже неплохо. Из этой же серии, этой же марки Ариэль Колор. Здесь уже 10 капсул. Также люблю, покупаю на протяжении многих лет. Хорошо сохраняет цвет различных цветных вещей. Цвет такой более яркий, неблеклый. Я знаю, что многие жалуются, что плохо прополаскивается белье. Капсулы не вымываются, не растворяются. У меня все растворяется, все прополаскивается. Я обычно включаю еще дополнительное полоскание. И у меня все просто великолепно. Вот эта вот парочка на протяжении долгих лет со мной идет по жизни. Порошок Майн Либе. Порошок для стирки детского белья. Он очень концентрированный. Здесь килограмм был в упаковке, что равно 4,5 килограммам обычного порошка. Рассчитано, что хватает на 33 стирки. Я не считала, если честно, насколько его хватило, но хватило надолго. Но опять же, я его чередовала с теми же капсулами Ариэль. Удобно, что здесь есть мерная ложечка. Удобно дозировать все это. Вот она здесь нарисована. Как раз объем 30 миллилитров. Отстирывает тоже от 30 до 90 градусов. Подходит для ручной стирки, машинной стирки. Брала по мегавыгодной цене, по скидке побольшой. И тоже, в принципе, я этим порошком довольна. Марка Синержитик. Антибактериальный гель для сантехники. Пихта и кедр. Мне нравится, что он цветной. Зелененький такой. Позитивненький. Очень удобно, когда его используешь. Видно, конкретно куда ты его нанес. Прозрачное оно все растекается. И не поймешь, куда попало, куда не попало. А здесь все видно. Удобный такой вот носик. Покупала я его по мегавыгодной цене. Здесь его было 700 миллилитров. Хорошо удаляет известковый налет. Он не пахнет хлором. Я знаю, что многие любят запах хлора. Прям явной хлорки. Он у них ассоциируется с ароматом чистоты. Я не люблю, когда пахнет хлоркой. Есть небольшой такой химозный, конечно, запах. Но не такой вот ядреный. Тоже осталось им довольно бюджетно и хорошо. А вот в чем я разочаровалась и вообще не смогла понять смысл вот этого средства. Так это салфетки СИВ. Универсальные очищающие салфетки. Здесь их 30 штук было. Но здесь они у меня и остались. Определенная часть. Обещают все очистить. Салфетки влажные для очищения поверхностей. Они обещают быстро очистить любые, даже сложные загрязнения. Ничего не очищают, не оставляют разводов и ворсинок, не содержат отбеливающие компоненты. И подходят для поверхностей на кухне, ванной, микроволновке, холодильнике. Эффективно удаляют жир, масло, известковый налет, пыль, грязь. Ничего у меня не удалили. Сколько я чего не пробовала этими салфетками очистить, для меня это пустая трата денег. Хорошо, что я их купила со скидкой процентов 70. Более такие бюджетные доступные средства, типа как лимонная кислота, сода, намного лучше работают на загрязненных поверхностях, чем вот эти очищающие салфетки. И они еще горькие, как невозможно что. Я не помню, что я ими протерла. То ли краны, то ли что. И видно, потом я руками взялась, открывала кран, и что-то мне волосинка, что ли, в рот попала. И я, когда доставала, они горькие, как хина. Это вообще что-то с чем-то. В общем, не поняла я их абсолютно. Они у меня ничего не очищают. Я считаю, что это пустая трата моих денег. Меня успокаивает одно, что я их купила со скидкой 70%. Вот честно. И здесь их, наверное, половина осталась. И мне их просто придется выбросить. Может, кто-то из вас пользовался этими салфетками? Напишите свое мнение. Может, что-то я делаю не так. Хотя что-то делать не так, да? Достаешь, протираешь, вытираешь. Разочарование полнейшее. Это марка Dolce Milk. Жидкое мыло для рук. Хороший объем, 300 мл. Такая добротная упаковка. Мыло было такого же вот цвета, красивого, такого мятного цвета Тиффани. И это мыло у меня называлось Босс шелковый кокос. Мыло такое, скажем, среднее. Я ожидала совсем другой аромат. Я думала, кокос – это что-то сладкое, вкусное, приятное. На самом деле я получила недозревший натуральный кокос. Вот когда ездите отдыхать куда-то, да, где растут кокосы, там Таиланд, Вьетнам, и на улицах предлагают выпить кокосового сока, вскрывают этой мачете, при тебе же этот кокос разрубают. И вот когда он попадается, бывает, что вот зеленый, недозревший, и вот его рубят, и вот этот вот запах зелени такой какой-то даже и вот терпкий, никакой не вкусный, не сладкий, а вот такой терпкий зеленый запах кокоса. Я не спорю, кому-то этот аромат и понравится, он более такой свежий, но я ожидала другого. Ну а так мыло Dolce Milk, я думаю, многие знают, многие любят, мне оно так, больше я этот аромат повторять не буду. Еще одно мое разочарование – это гель для душа от марки Faberlic, «Сон в зимнюю ночь». Это, наверное, была какая-то их лимитка. Такая типовая упаковка, в принципе, удобная. Гель был зеленого прозрачного цвета. Ну, на этом, пожалуй, его достоинства для меня закончились. Был большой расход этого геля. Аромат я ожидала какой-то новогодний, что-то такое приятное, зимнее, что-то такое еловое, пихтовое. Аромат просто для меня какой-то никакой. Неинтересный, неяркий, вот просто никакой. Пенился так себе кожу, я не скажу, что сушил. Ну, в общем, знаете, такой обычный проходной масс-маркетовский гель, которых куча. Это марка Bath & Body Works. По-моему, их зимняя лимитка. Удобная упаковка, приятный аромат из баночки. Ноты – стрючковая ваниль, взбитые сливки, сахарное печенье. Ну, согласитесь же, это очень вкусный, да, такой аромат. Из флакона пахнет просто потрясающе. Он просто вот вкусняшка-привкусняшка. Но когда наносишь его на тело, вот какая-то химозная, противная нота вылазит. В этом креме содержится и масло шеи, и кокосовое масло, и витамин Е. Он немного питает, немного увлажняет кожу. Если кожа сильно сухая, то он не решит вашу проблему. Хорошие ароматы у этой марки, они долго держатся на коже, на одежде. Я имею в виду ночную, там, пижамку, сорочку, приятные кремы. Ну, вот этот у меня попался какой-то не совсем удачный экземпляр. Маска для волос от марки Брелил. Наверное, это их линейка номеру. Итальянская марка. Объем маски 300 мл. Это восстанавливающая маска с экстрактом овса. Подходит для ослабленных и чувствительных волос. Волосы у меня крашеные, эмилированные. Маска не утяжеляет волосы, придает им блеск, питает волосы. Рекомендовалось ее наносить на 3-5 минут, но вообще ее можно использовать тремя способами. Первый, как кондиционер-ополаскиватель. После мытья волос наносим на 1-2 минуты. Можно использовать как бальзам-кондиционер. Уже наносить на 2-3 минуты. И можно использовать прям как маску глубокого действия, чтобы она работала по максимуму. И тогда уже ее наносить нужно и оставлять на волосах на 5-10 минут. И если в качестве кондиционера и бальзама можно использовать при каждом мытье головы, то как маску ее рекомендуется использовать всего раз в неделю. Достаточно удобная упаковка. Вот как она называется, флип-крышка. Маска не жидкая, такого желтоватого оттенка. Волосы мне не портила, желтизны не добавляла. В принципе, я ей осталась довольна. Еще я хочу показать вам пробник геля для душа. Вот такая марка. Edem Garden. Твой дивный сад. Крем-гель для душа. У меня это был пробник солнечный мандарин и масло какао. Цвет такой приятный, позитивный. Вот прям цвет мякоти мандарина. Аромат тоже приятный. Не сушит кожу. В общем, мне этот гель понравился. Я посмотрела в золотом яблоке. Со скидкой 50% можно его купить в районе 180 рублей. По крайней мере, сегодня я смотрела, была такая цена. И объем хороший. Объем где-то 350-380 миллилитров. В общем, я считаю, что за такую стоимость, такой объем и такой гель для душа очень даже неплохая покупка. Ну, в общем, мне он понравился. Использовала его прям с удовольствием. Доставала себе в подарок. Вот здесь 30 миллилитров. Прям очень даже хороший гель. Закончился у меня такой вот флакончик капель для глаз. Покупала я их во Вьетнаме. Я специально не стала отрывать ценник. Стоили 45 донгов. Грубо умножаем на 3 и получаем цену в рублях. Здесь есть инструкция на русском языке. Вот 13 миллилитров. Это витаминные глазные капли. Используется как профилактика при лечении заболеваний глазных. Придают здоровый блеск, снимают усталость. Тем, кто долго работает за компьютером, по одной-две капли 2-3 раза в день. Я использовала по одной капле в каждый глаз раз в день. И мне этого достаточно. Очень такая удобная упаковка. Такой вот аккуратненький носик. Удобно капать в глаза. Можно с собой и в сумочку положить. Ничего не протекает, не вытекает. В общем, классные-классные капли. Это гаммаж для лица. Марка, наверное, называется Крымская роза. Она должна деликатно очищать кожу. Стимулировать обновление клеток. Содержит молочную кислоту. Также содержит масло Бабасу. И, соответственно, гидролат розы. Все пишут, конечно, хорошо. Но это такая ядреная штука. Содержит такие какие-то жесткие частицы, которые буквально сдирают верхний слой кожи. Рекомендовалось наносить на кожу лица. Оставлять на 1-3 минуты. Затем смывать водой. Я использовала раз в неделю. Как и рекомендуется. Но у меня тонкая, чувствительная кожа. Сосуды расположены очень близко к поверхности. Сосуды хрупкие. Есть небольшие такие участки купероза. Но вот у кого такая же кожа, как у меня, я вам однозначно это не рекомендую. Аромат приятный. Но какой этот гаммаж жесткий, грубый, ядреный. Мне не понравилось категорически. Я никому советовать не буду. Да, вроде кожа выглядит более такой свежей. На следующий день ровной. Но если покупать, то пользоваться с большой-большой осторожностью. И для чувствительной тонкой кожи однозначно нет. Это капсулы с керамидами-церамидами от марки Элизабет Орден. У меня их было 30 капсул. Вот кажется, 30 капсул это столько много, да? А их всего 14 мл. Это столько мало. Хочется их, чтобы было больше. Капсулы были такого золотистого цвета. Вот это волшебная штучка. Которая вот действительно улучшает текстуру. Оживляет внешний вид кожи. Цвет лица такой здоровый, отдохнувший. Как будто вы вернулись с какого-то отдыха. Обещает производитель, что способствуют эти капсулы выработке коллагена. Уменьшают морщины. Я не знаю, как там с коллагеном. Но то, что кожа становится холеная, гладкая, отдохнувшая, сияющая. Это факт. Мне одной капсулы хватало на утро и вечер. Я использовала. Я просто в восторге. Многие раньше хвалили эти капсулы. Я как-то все относилась к этому скептически. Пока не попробовала сама. Поры не забивают. Кожа не перегружается. Не становится жирной. Мне эти капсулы подошли идеально. Я бы с удовольствием их повторила еще. Просто вот классная вещь для возрастной кожи. У кого есть возможность приобрести эти капсулы, я бы вам рекомендовала к ним присмотреться. И еще я бы рекомендовала присмотреться к маске от марки Шанель. Это их увлажняющая маска. Линейка Гидробьюти. Здесь увлажняющие активные компоненты из белой камелии. Я знаю, что многие считают, что цены на косметику Шанель уходовую завышены. Что у них пустые нерабочие составы. Я не знаю, как другие средства. Но вот по поводу этой маски я не соглашусь. Маска просто бомбическая. Маска просто волшебная. Здесь ее было у меня 50 грамм. У нее здесь и после вскрытия написано, что на 18 месяцев. 18 месяцев ей можно пользоваться после вскрытия. И это не просто так. Ее действительно хватает надолго, на много. Ее можно использовать различными способами. Можно наносить как маску СОС. На 10 минут наносите. Смываете водой. Лицо получается отдохнувшее, посвежевшее. И там можете идти, допустим, по своим делам, на какое-то мероприятие. Можно маску использовать как интенсивное восстановление. Рекомендуется наносить ее на лицо. Затем массировать до полного впитывания. И можно ее также наносить локально. На определенные участки сухие лица, кожи. Я сначала боялась, что эта маска забьет мне поры. У нее достаточно такая плотная текстура. Видите, я ее использовала до самого-самого конца. Все, что могла, я все отсюда изъяла, достала. Сначала наносила на 10 минут. Потом ее смывала. Аромат, конечно, бомбический. Релакс полнейший. А потом мне стало жалко. Все-таки такие деньжища за эту маску отдаешь. И ее через 10 минут смывать. И я попробовала ее по второму способу, о котором я рассказывала, наносить. Я ее наносила, потом пальчиками вбивала, вмассировала и оставляла на ночь. Знаете, пока я использовала эту маску, капсула Элизабет Арден, кожа была идеальная. Никаких шелушений, никаких покраснений, никаких воспалений. Вот просто кожа идеальная. И причем я эту маску использовала где-то раза три в неделю. Очень редко, когда два. В основном где-то три раза в неделю. Хватило надолго. Эффект великолепный. Просто маска-сказка. Очень я ей довольна и текстурой, и ароматом, и запахом, и действием работой на коже. Рекомендую всем от души. Вот у кого есть возможность, рекомендую. Я в восторге от этой маски. Закончилось две миниатюрочки моей любимой сыворотки от Ланком Женифик. Здесь у меня было по 10 миллилитров. Две вот такие вот дорожные, наверное, версии. Удобные пипеточки. Сыворотка прозрачная. Впитывается моментально. Наверное, она все же какая-то немного как силиконистая. Но поры не забивает, прыщи не вызывает. Пользуюсь этой сывороткой на протяжении уже нескольких лет. И я ее люблю. Мне она очень нравится. Насколько я помню, содержит комплекс 7 пре и пробиотиков. Вообще, эта сыворотка как бы позиционирует себя как активатор молодости. Рекомендуется при обезвоженной коже. При потере упругости, при тусклом цвете лица, неровной текстуре, при морщинах. В общем, рекомендуется больше возрастной кожи. Подходит для всех типов кожи. Можно использовать всем возрастам. Для меня она универсальная. Конечно, рекомендуют сыворотки использовать под крем, наносить сверху крем. Я ее использовала соло. Либо наносила ее и просто никакой уход сверху не использовала. Либо использовала как базу под макияж. Это просто великолепная, бомбическая база под макияж. Тонально ложится идеально, ровно. Ничего не проваливается в поры никаких. Нет ни шелушений, ничего. Я не скажу, что она прям вот стирает морщины. Но с этой сывороткой моя кожа выглядит лучше, чем без нее. Прям люблю, обожаю на протяжении многих лет. Это, наверное, мои последние миниатюрки. В запасе, наверное, у меня больше нет. В общем, классная вещь. Без какого-либо аромата. Я знаю, многим она не подходит. Мне косметика Lancome подходит практически вся. Поэтому у кого похожие предпочтения, тем рекомендую. Также могу рекомендовать вот такой вот ночной концентрат от марки Kiehl's. У меня два пробника были по 2 мл. Хватило мне их достаточно надолго. Они очень экономичные. Первый раз я познакомилась с этим средством. Оно мне понравилось. Это концентрат с натуральными эфирными маслами. Хорошо увлажняет, питает, восстанавливает. Саму кожу восстанавливает. Внешний вид к утру. Отдохнувший, великолепный, помолодевший. Кожа более гладкая, мягкая, упругая, сияющая. Содержит множество масел. Масло лаванды, ночной примулы, сквалан. Использовала я ежедневно этот концентрат перед сном, то есть на ночь. Производитель прям обращает внимание, что не нужно наносить этот концентрат капли прям на лицо и там втирать, массировать кожу. Рекомендует наносить 2-3 капли на ладошки, распределять и потом такими похлопывающими, впечатывающими движениями просто как бы прикладываете ладошки к своему лицу, к шее и таким образом наносите это средство. Экономичная. Хоть это и жирная такая текстура, масляная текстура, поры не забивает, ни комедонов, ничего, никаких прыщей, ничего не вызывает. Мне это средство тоже очень даже хорошо подошло. Боялась я его использовать, как бы осторожничала, потому что боялась забитых пор, прыщей, но нет, все просто великолепно. Тушь Армания, миниатюрка Армания 2Kills, классическая. У меня она была в черном цвете, достаточно хороший объем. Здесь запатентованный дизайн щеточки, такая аккуратная щеточка, ей удобно наносить было тушь на ресницы, удобно прокрашивать реснички, ничего она не склеивала, она обещает длину, разделение. В принципе, я получала и длину, и разделение. Ресницы не утяжеляет, реснички с ней аккуратные, ближе к естественным, к натуральным. Но вот не могу я эту тушь полюбить, и все, как бы я ни старалась, как бы я ни пыталась. У меня этих миниатюр уже, наверное, было штуки 3 или 4, но не подходит мне эта тушь, и все, быстро она как-то у меня засыхает, начинает осыпаться. И ресницы, обычные ресницы с ней, да, аккуратные, натуральные. Кто любит эффект такой, тем она понравится, тем она подойдет. Да, я не сказала, что щеточка такая вот ворсовая, не силиконовая. Я знаю, что для многих это принципиально, мне не принципиально. Тушь, в принципе, неплохая, но стоит она очень даже неплохо. Поэтому я бы, наверное, не стала покупать себе полный размер. Да не то, чтобы не стала, наверное, а точно бы не стала покупать полный размер. Также из декоративной косметики у меня закончилась помадка от марки Maybelline. оттенок 175, Miss Nежность. Очень даже хорошая помада, хорошая упаковка. Пластик недорогой, но он хорошего качества. Не такой вот дешевый, который ломается от того, что вот только берешь в руки этот футляр. Такой симпатичный футляр. Помадка тоже очень даже приятная, хорошая, не скатывалась, губы не сушилов, не растекалась. Вот так она выглядит. Такой оттенок более припыленной, наверное, розы, более к натуральным губам. Подойдет очень многим. Мне эта помада понравилась. Как видите, я ее использовала до самого-самого конца. Довольна ей полностью. Относительно бюджетная стоимость у этой помады была. У кого они есть в продаже, прям рекомендую. Закончился у меня лак от марки OPI. Моя любимая марка. 15 мл его здесь было. Оттенок называется вот так. Лаки этой марки я люблю. Вы об этом знаете. Я вам постоянно это повторяю. Для меня удобная кисточка у этих лаков, которая не разваливается, не распадается, не разлазится, ничего не торчит, никакие волоски. Хорошие составы у этих лаков. Оттенок, конечно, на любителя. Я его покупала, конечно, давно уже. Был Новый год. Все такое было. Мишура, гирлянды, елочные украшения, игрушки. И вот, наверное, такой вот лак у меня ассоциировался с каким-то новогодним елочным шаром. Я решила, что мне его надо. Купила. Ну, все-таки я его использовала именно вот в новогодние дни, в новогодние праздники. Я его нанесла на палитру. Вот так он выглядел. Под определенную одежду. Летом можно было его использовать с белой одеждой. Ну, в общем, отличного качества лак, просто отличного. Не полосил, прекрасно наносился, не затекал, не растекался. В один слой его можно было нанести. Ну, конечно, лучше и эффектнее он смотрелся в два слоя. Высыхал быстро, не отщелкивался. В общем, качество лака просто отменное. Девочки, это не косметика, это не бытовая химия, но решила вам все же показать. Закончился у меня кофе. Органический кофе. Правильно он, по-моему, называется. Органический перуанский кофе в зернах средней обжарки. Это стопроцентная арабика с фруктовой ноткой. Кофе мягкий, ароматный, с шоколадным вкусом. Ну, просто самый, наверное, ну, не самый, один из самых лучших сортов кофе, видов кофе, которые я пробовала. 340 грамм. Цена у него, конечно, конская. Вот я зашла вчера на iHerb посмотреть, стоит он полторы тысячи рублей. Ну, это, конечно, грабеж. Но, может быть, там есть какие-то накопления, списать какие-то акции бывают. Но кофе прям вот классный. Кофе прям вот супер. Больше вот, прям вот суперский кофе. Опять же, у кого есть возможность, прям вот рекомендую. Я вам никогда не показываю никакие ни чаи, ни кофе, но здесь не удержалась, решила вам показать. Вот прям классный кофе. Может быть, в каких-то странах, он представленный в магазинах, не обязательно его выписывать на iHerb. В общем, к покупке рекомендую. Давно я не показывала вам пробники ароматов. Вот, показываю вам пробник от марки Mugler, Angel Angel Nova. Конечно, просто шикарные флаконы у этих ароматов. Этот аромат выпущен в 2020 году. Хорошо подходит, по моему мнению, на весну, на лето. Больше на день. У него такие вкусные ноты. Малина, личи. Также есть в этом аромате дамасская роза. В базовых нотах Аки Головут, бензоин. Как большинство, наверное, ароматов Mugler, этот аромат стойкий, заметный. Я думаю, что понравится очень многим. Для меня он больше похож на такое вот варенье, в котором малина, личи, розовое варенье. Там вот из лепестков роз. Аромат такой сладкий, приятный, фруктовый, но слишком вот прям легким таким водичкой я бы его не назвала. Все-таки это такой аромат с характером. Есть у него такой свой характер, такая вот, как говорят, как модно говорить, ДНК. Для меня он немножко такой все же химозный и бывает навязчивым. Я бы его назвала аромат под настроение. Но себе я не хотела бы его. Это все мои пустые баночки. Буду благодарна вам за ваши лайки, за ваши комментарии. А самое главное, оставайтесь здоровыми, красивыми, хорошего вам дня. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok